здравствуйте дорогие друзья я вас приветствую рубрики уроки рисования и как я обещала я хочу сегодня рассказать о завершающем этапе работы над картинами потому что так или иначе если вы хотите чтобы картина ваша работа выглядела презентабельная чтобы она сохранилась многие годы чтобы ей не были страшны и лучи солнца не скажем вода не пыль то желательно значит эту картину довести до кондиции то есть создать определенные условия защищающие эту картину и тогда она может храниться много-много лет что важно понимать что существуют различные методы завершения финального этапа работы с картинами и эти методы используются как при обычном рисовании живописи так конечно же и при использовании жидкого акрила и так сначала поговорим немножко о работе с картинами как бы мы не старались как бы мы не старались работать хотя картина выглядит очень хорошо но с другой стороны даже если мы защитим такой вот пленкой специально покрытие такое значит такая лента все равно будут пятна как мы работаем с этими картинами если вы будете покрывать ее лаком значит или какими-то другими методами то все равно нужно приклеить специальную пленку потому что лак снимать намного тяжелее чем скажем краски об этом мы поговорим еще если вы не будете покрывать то есть вы можете просто приклеить заклеить эту часть белой бумагой или какой-то другой бумагой и практически подарить работу так как есть но если говорить вообще о том как мы завершаем работу значит если мы по зависимости от того что мы используем мы можем получить совершенно разный эффект при добавлении скажем поверхностного слоя выйдет например того же лака или в виде эпоксидной смолы то есть рейзи называем так вот дело в том что когда вы используете силикон если вы видите немножко блесит это свежая вчерашняя работа ножа высоко однако еще в ряде мест и жирные пятна потому что это силикон это не краска и эти пятна жирные могут сохраняться длительный период времени поэтому если вы используете силиконовые добавки в своих красках нужно перед тем как завершили покрыть например лаком нужно удалить эти жирные пятна есть разные методики они говорят нужно мыть под водой там теплой водой смывать с мылом я использую просто влажную влажную бумажную значит и пытала бумажную салфетку и значит теплой водой и практически это промывая потом просушивать важно аккуратно это делать не спешить не сдирать потому что скажем если вы будете делать это грубо вы можете использовать свою картину поэтому вот эти пятна их нужно убирать после полной просушки теперь как еще можно закрывать скажем скажем вообще места не только скажем маленькая часть на может быть можно покрыть полностью и можно приклеивать сюда целлофан то есть пластиковые такие кульки и можно это все закрывать чтобы она не пачкалась но также если например вы работаете с деревом если это еще что-то можно красить вот как например мы с ленечкой делали такие вот это еще не законченный вариант еще будет наноситься лак глазки и как видите значит я просто покрасила белой краской еще у нас один такой вот зверек динозаврики потому что я очень люблю динозаврики и вот мы практически закрыли можно сделать как можно просто например с этой деревянной с такими вот краями можно сделать покрасить какой-то другой краской вот эту оставшуюся краску можно снимать легко наждачной бумагой или меня вот есть даже такие наждачные это пилки для ногтей ими тоже можно легко снимать они не ну краски намного легче снимать чем скажем лак и другие покрытия если вы добавляете в растворитель немного лака как часть вашего то есть комбинации растворителей о них я еще буду говорить потому что есть разные комбинации так вот поверхность получается уже такой ну скажем блестящий и принципе вы можете даже ничего другого не делать в этом варианте но есть скажем поверхность матовая как вот здесь тоже видите заклеены поверхность матовая то практически мне бы хотелось чтобы это выглядело более презентабельно поэтому здесь можно использовать под к покрытие что мы применяем для покрытия есть различные методы первое мы можем использовать тот же растворитель который мы растворяли краски потому что многие из растворителя засыхает и образует прозрачную такую пленку крепкую и вообще добавок покрытие растворителем рекомендовано скажем тогда когда вы сверху хотите еще насти нанести лап особенность это большие картины потому что это еще больше защищает минимум на 20-30 лет защищает вашу картину от всяких повреждений а самое интересное забыла сказать что очень важно перед тем как вы вот убрали силикон или скажем у вас хранились эти картины так как у меня в коробке и я еще всех не обрабатывала то есть буду обрабатывать чуть позже почему я не сразу все обрабатываю когда у меня накапливается тоже скажу так вот я пользую нужно убрать пыль и волоски и я вот пользуюсь такой вот профессиональной значит щеточкой для косметики для ношения косметики они мягкие они не теряют свои волоски вы просто можете поработать и снять все лишние все пылинки это очень удобно также для например нанесение лака я нашла очень оптимальный вариант вот такие силиконовые щеточки они не оставляют никаких полосок никаких волосиков они настолько удобные вообще размазывание лавка например или другого так сказать растворителя что я просто очень довольна очень дешевые легко моется поэтому вот это один из таких вот вариантов теперь значит как я сказала первый вариант это мы используем тот же растворитель который мы добавляли окраски это один из вариантов другой вариант номер два это когда специальное покрытие называется вот например такой вот три пусы значит глаз то есть это специально создано для для или вот прямо можно покрывать покрывать так и называется например акриловые акриловый глаз это значит и сие ну это как бы для того чтобы блестела очень важно помнить что есть покрытие которые создают вот этот эффект блестящий и есть покрытие которые создают матовый особенно это касается например лаков есть лак например этот у меня матовый я большинство своих полотен покрывала раньше им но есть вот например те которые создают такой блестящий эффект и как раз именно в жидкостном акриле больше срабатывает блестящая поверхность потому что но почему-то лучше считается эффект хотя многие любят и матовый и еще на маленькое замечание если например у вас уже есть блестящая поверхность я не рекомендую как раз читать внимательно что вы наносите потому что ошибочно я покрасил одну картинку не почитаю внимательно где был прекрасный такой вот глаз то есть была блестящая поверхность я покрыла лаком матовыми конечно это все вся вся блестящая исчезла я еще удивилась почему картинка стала матовой но мы все делаем ошибки так вот и значит одними из таких вариантов это покрытие растворяя иначе 2 вариант вот это как раз специально называется топ глаз то есть специально их можно кстати добавлять в растворители то есть прямо краски и тогда это будет бресеть но также они и и и покрывается картина кстати как это сделать делать мы еще поговорим но что я хочу сказать на вид они белые кажутся непрозрачные когда вы заливаете например кажется что вы повредите реальности не засыхает и становится прозрачным как тоже например клей пва вы тоже можете им заливать когда он высыхает образуется пленочка еще одно жидкое стекло значит и ликвид глаз тоже продается профессиональные значит и можно заливать есть также ряд других у меня тут целая коллекция я далеко не все пробовала и фактически есть даже такой клипулин топку то есть наверх заливается это не эпоксидная смола это немножко другой это фактически один из видов лака лак в английском варианте называется вернишь вернишь то есть это лак и вот но может быть как в виде раствора вот также может быть причем есть градации то есть есть со средним значит вот это блестящий эффект очень блестящий и незначительно блестящий мы говорим light medium and high high glossy это значит очень это тоже нужно научиться читать и есть например эти растворители эти лаки могут быть вот различные тоже консистенции различных тоже вот особенностей это все нужно изучать практиковать поскольку рисую же не первый год но я уже знаю но это не по например жидкостные да а вот есть распылитель и вот собственно говоря почему я не люблю с лаками работать в доме потому что они очень пахнут и этот запах ну такой вот химия он попадает ваши легкие он всюду поэтому лучше всего покрывать места где хорошая вентиляция и я люблю это делать на улице в дворе особенно когда не погода ну без ветра когда сверху ничего не падает потому что минус работая на во дворе то что сверху с деревьев могут падать всякие вот эти листья и ну и поэтому я стараюсь выбрать погоду светлую без дождя без как говорится без прогноза осадков и чтобы это было хорошая сухарь погода не влажные и делаю это в своем внутреннем дворике на столе значит и конечно же слежу и желательно когда провели вот это покрытие лаком или другим значит этим защитным слоем очень важно защитить сверху от чего-то падающей той же пыли поэтому можно брать пластмассовый контейнер и накрывать эту картину вот и фактически держать до тех пор пока не высохнет так вот значит отличие вот этих раньше работала только такими потому что мне нравились чем отличие работы например лака жидкостного который нужно разливать от такого его требуется скажем меньше он равномерно ложится если вы правильно делаете не будет каких-то ложь не будет там толстый и его как нужно накладывать обязательно накладывать под углом то есть не так а под углом к полотну вот если брать полотно то должно быть под углом и сначала мы идем в одну сторону потом мы идем как бы меняем направление и делаем другую сторону то есть нельзя вот так как-то делать то есть вы должны идти методично тогда у вас не будет никаких заплывов это тоже кстати свежие картины вот видно как еще есть как блестит силикон так вот нельзя значит как ты хаотично и нельзя очень близко то есть должно быть расстояние приблизительно ну сколько тут 25-30 сантиметров вообще-то читайте инструкции потому что это все пишет самое важное что это опасно для здоровья потому что это лаки вот даже нарисованы такие вот поэтому желательно работать в специальной маске в респираторной такой маске или в крайнем случае говорю на свежем воздухе поэтому когда холодно зима и у меня нет условий именно для лакировки то есть наносения то я использую я сразу это делаю я не делаю этого в комнате вот еще есть профессиональный лак он очень дорогой хорошего качества и много не надо очень хорошо наносится и его можно также использовать для получения эффекта клеточек при рисовании вот и дело в том что такие дорогие лаки да качество хорошее накладывается хорошо но бутылочка такая стоит 50-60 например канадских долларов это не каждому скажем по карману поэтому это уже в основном профессионалы но есть дешевле варианты хотя лаки в целом дорогие так вот еще раз повторю что распылители вот эти спреи ими нужно пользоваться хорошо в проветриваемом помещении или лучше всего на улице вот эти лаки можно наносить собственно говоря наносить такой вот щеточкой и сколько нужно слоев приблизительно 2-3 слоя опять же знаете какой минус что могут образовываться пузырьки очень часто даже при нанесении вот этих таких покрытий специально созданных как вот этот топкор к сожалению образуются пузырьки во первых не нужно встряхивать перед использованием вот эти баночки это очень осторожно их нужно наливать во вторых когда работаете щеточкой тоже очень осторожно то есть очень плавно наносить и стараться равномерно все это разнести можно заливать но даже если вы заливаете все равно остаются пузырьки поэтому иногда мы используем горячее тепло то есть тот же фен или торч и мы пользуемся именно для того чтобы убрать эти пузырьки однако далеко не все вот эти вещества взаимодействуют ну как бы хорошо реагируют на горячие температуры и могут трескаться могут вызывать повреждения вы можете фактически повредить привести к повреждению своей картины поэтому перед тем как использовать тепло попробуйте нанести этот скажем ну растворитель на что-то маленькое и после этого вы фактически можете ну пробовать уже на большой картине то есть использовать горячее посмотреть как засыкают и что для этого делаю то есть как вообще изучать как можно изучать не только краски но также делать мини-картинки я вам сейчас покажу вот собственно говоря такие мини-картинки это остатки красок которые использую и здесь разные техники от заливок разливок до умоканий как например это просто мочила остатки красок на подносе на котором я работаю есть вот такие которые потом можно тоже делать подставку для скажем стаканов на столе или же просто делать целую композицию таких вот различных маленьких кружочков на них я тоже тренируюсь на ношение вот этих различных лаков или других покрытий в целом картинки получаются очень симпатичные и на специальные подставочки деревянные их можно дарить своим друзьям что еще можно использовать я например использую поднос и на подносе есть вот такая решетка потому что если все стекает то конечно же это нехорошо когда это приклеится например к дну подноса или на коробке но тут еще важно понимать что например опять же если вы используете такую картину вы хотите чтобы равномерно это все стекало то вы можете просто ставить картину и заливать значит ну каким-то там скажем лаком или для покрытия но если вы делаете покрытие хотите более толстым значит чтобы просто не тратилось вот это вот эти Nobody ぇ возможна то есть и тогда мы заливаем и это не выливает то есть за пределы то есть это все практически во пределах вот этого квадрата и мы это сказываем либо когда используем эпоксидную смолу или рейзинг, как мы говорим, и обычно она продается в двух отдельных бутылочках, чаще всего, и вы тогда смешиваете пополам одинаковые, то есть один плюс один, один к одному, смешиваете вот эти растворы. Эпоксидная смола недешевая, и кроме того, опять же, пары смолы, они опасны для вашего здоровья, поэтому их нужно заливать вот это в хорошо проветриваемом помещении. Эпоксидная смола стынет очень хорошо, и она меньше дает различных пузырьков. Опять же, есть, например, можно использовать нагревание для того, чтобы этих пузырьков не было. Вот, пожалуй, все на тему завершения как раз вашей картинки. Не обязательно, еще раз повторю, их чем-то покрывать, если у вас нет лаков, нет смолы, вы можете использовать тот же растворитель, который вы использовали для красок, и в этом не будет ничего плохого. также нужно работать хорошо в проветриваемом помещении, это очень важно, это важно для вашего здоровья, беречь себя. И, конечно же, на то, чтобы хорошо высохло, идет обычно сутки, ну, до двух-трех суток. Опять же, зависит тоже от слоя лака, от качества лака, поэтому не спешите с использованием и дарением, скажем ли, продажей своих трудов, и просто, чтобы потом не получать жалобы, что что-то там приклеилось, или не то, или не все, то есть все по-другому. Вот так в нескольких словах. Если вам понравилось, ставьте лайки, и мы приступим к новому уроку, к следующему уроку. Я также вам расскажу, как я еще заканчиваю качество, то есть как я делаю картину, улучшая их качество, если я, скажем, недовольна получившимся результатом при разливе красок. Об этом тоже будет пост. Всего хорошего, до свидания.